Часик Радачи Верслада Секаны Сегодня я бы хотел вам донести Что 12 мая А что у нас будет 12 мая Олдфаги Задумайтесь, что, что будет 12 мая 12 мая У моей бабули Будет днюха, а сколько же лет Ей будет, вы у меня спросите Ей будет 80 лет, 80 лет Вы только вкинетесь Вас разве не трясет от этого Кто из вас может дожить до 80 лет В одиночестве сычой за компуктером Кто прожил первую войну И сейчас вторую Наверное она уже не закончится никогда Ну ладно, дело не в этом Я к ней подхожу, говорю, ба Вы видели все, что она злая, как бандера Ой, это на самом деле невесело Я к ней подхожу, спрашиваю Ба, мы с экономикой В любом случае скинемся тебе на днюху Что же тебе подарить? Она так, знаете, как-то по-детски на меня посмотрела Сказала Внук, мой дорогой любимый Что ты мне можешь подарить? Здоровье ты мне уже не подаришь Но она уже все Поставила крест Мне что-то так грустно стало Я сразу вспомнил Прошлогодний день рождения Честно, даже не верится Аж плакать хочется Вот я, допустим, аннотацию здесь добавлю И у кого не воспроизводится аннотация Я добавлю ссылку в описании Давайте немножко окунемся в исторический экскурс Блин, честно Как будто это, знаете, не со мной было Как будто из прошлой жизни Честно Я в это не верю Мы тогда с хиганами скинулись Хиканы, значит, купили Ну, я посредством хиканов купил Кайло съездил, да Потом и заказал рептилоиду портрет Портрет написал Написал Художники пишут картины, да Написал портрет Он там у нас комнате висит И на свои, я помню, еще тогда добавил Купил файеров несколько И вулканчики Еще соседа Дядю Кольку напряг все снимать Все запечатлеть на камеру Было довольно-таки весело И всех соседей, помню, перепугал Когда ж только начинались Эти все боевые действия Соседи там Аааа Это пришли Ходили там хаты поджигали Потом по улице слухи распространялись Там какой-то чувак в маске пришел Ну, не балаклая, а просто в маске В маске Тимошенко был Пришел, поджигал дома И по улице огнем махал Ну, они пэро, откуда они видели а еще я помню там остались деньги купил там немного красной икры красной икры просто батон я ножом разрезал этот батон намазал красной икрой только только представьте это было всего лишь один год еще года нет год назад это было год назад и красная икра красный бич-пакет я никогда просто даже подумать представить себе страшному с ней это не мог вы знаете всегда новости смотрел думал да это где-то у них там далеко со мной тут такое никогда не случится красная икра и всего лишь год назад а ладно давайте вернемся наши скорбные реалии и так дорогие мои хорошие что я придумал знаете я сидел думал думала а чё действительно подарить без понятия и сразу голову когда такой маркетинговый слоган 80 лет 80 банок тушенки я так посмеялся про себя немножко так оскладился думаю что за бред там думаю действительно тушенка это тушенка патроны чё там еще я не помню как из этой поговорки это самая ходовая валюта даже не валюта просто чё там сахар тушенка и что-то еще и по моему алкоголь они не портятся имеют долгосрочные срочный срок хранения вот такая альтерация произошла я думаю то смотрите одна банка тушенки если в российских рублях она стоит плюс-минус в общем грубо говоря если так утрировать среднеизвешенная цена она стоит 100 рублей 100 российских рублей если переводить гривны то у нас курс один дом то есть это 50 может быть 50 чем да ну не суть пусть будет 50 гривен или 100 российских рублей то есть друзья мои все просто то донатит от 100 рублей выше именно тех я зачитаю на поздравительном видео я его обязательно сниму если конечно же мы будем живы попробовал бабулю заснять хоть она и злая я а кстати вы меня спросите хикана вдруг ты деньги соберешь и улетишь в баден-баден на майами и вообще не знаю в израиль улетит масоном к счастью или к сожалению я конечно же кабанки не улечу и в израиль тоже хотя нам тепло наверно если вы из израиля ставьте лойс и напишите как там погодка в теле афиге например но не суть в общем как проверить все эти прозрачность хиканская финансовая схема как это сделаем сделаем это как было сделано например то есть был частный дианон кто ул факт тот помнит например я создаю в группе бабуля хикана топик допустим ну неважно хикан хиканский например да он донатит 100 рублей и он не пишет хикан я задонатил 100 рублей внеси меня в список тех кого ты будешь зачитывать я вношу список все хикан хиканский вот 100 рублей то есть смотрите в конце я когда принесу тушенку все когда будет зашибись вы прекрасно все можете почитать сколько будет общая сумма вот в этом топике допустим хикан хиканский 100 рублей не знаю его товаре но того 200 рублей обу на ремонт намазов 1000 рублей и один паскот на это все и естественно сколько будет денег столько и должно быть банок тушенку примеру если наберется какая-нибудь внушительная сумма но я думаю вряд ли на 80 банок тушенки мы на скребем но дело даже не в этом я буду принципиально доставать из ящика показывать каждую банку потому что сами понимаете а вдруг вдруг я кого-то обманываю действительно сейчас вообще не в донецке летаю к банке а здесь просто меня голограмма или рептилоид который вот мой хороший дружочек пирожочек другом меня высаживать свои тарелки сюда закидывать чтобы я здесь просто видео снимал например так что для меня эти вопросы принципиальные я очень скрупулезно отношусь к этому всему поэтому я не хочу про прослыть мудаком и мрази например вы у меня спросите хикан а куда же мне за донатить на какой ресурс куда все реквизиты указаны под видео ссылку вы можете мне написать личку если вдруг не найдете ну бывает такое я вам сниму в личку иконы если у вас есть какое-то альтернативное мнение по поводу подарка если вы не согласны со мной то пишите в комментарии или мне в личку потому что именно вы будете решать что подарить но мне кажется другого выхода я просто не вижу потому что что значит тушенка тушенка во первых это источник белка это мясо это спасение от голода но главное это будет если мы конечно доживем будем живо здорово это просто будет подготовка к зиме на то есть такой веселой зимы как это у нас больше не будет чего мне это не стоило ну такого пиздеца больше не будет я это себе обещают озарекся еще хикан и забыл добавить если у вас есть какие-то тоже альтернативные варианты как незабываемо поздравить бабулю например вот как прошлый раз я поздравлю так что все соседи чуть не ошалели чуть всех с инфарктом не увезли только не надо хиканы предлагать мне а позови не знаю кого-нибудь с улицы давайте сарайчик с гранатомета разорвем вот в честь 80-летия бабули а чё раз живем да нет этот вариант сразу метается потому что у бабули слабые нервы она злая она нервничает я думаю вот на том видео где она дает мне рекомендации как правильно сарайчик развалить вы видели в каком настроении в каком настроении была и люди мне в личку потом отписывались да хиканты там осторожнее вот крепись береги бабулю так что мне я не хочу чтобы бабуля нервничала еще какой-нибудь добрый такой семейный подарок чтобы от всех нас чтобы было все нормально если у вас еще раз повторюсь есть вопросы какие-то непонятки по поводу как там будет финансовые передвижения если вам непонятны мои схемы то есть если вы чем-то не уверены лучше напишите мне лучше сто раз проговорить чем потом какие-то будут недопонимание недоразумение так что хиканы пишите мне моя личка открыта а я еще обязательно подумаю как сделать так чтобы бабуля никогда не забыла свое 80-летие тем более что я думаю ей уже наверное осталось недолго никто не знает что с нами случится завтра но надо постараться сделать и действительно не забываем праздник на постарайтесь на приложить все усилия чтобы этот праздник запомнился не знаю как я это буду делать но и обязательно слайд к нам болеслава до новых встреч пока